Трудные места с библейским порталом Экзегет В третьей главе он говорит про страдания, о том, что нужно твердо стоять в Господе, о том, что вполне ожидаемо претерпевать гонения, и потом говорит, какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость. Которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день, неусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. А чего и недоставало-то? Загадочное выражение. Если почитать первые две главы, я синодальный перевод прочитал, первые две главы, если прочитать, то там, в общем-то, всего доставало. В самом начале он такими словами прямо о фессалоникийцах отзывался, вот в самой первой главе. Я помятую ваше дело веры и труд любви и терпения и упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование было у вас не в слове только, но и в силе и в святом духе и так далее. Всего доставало. Смотрите, молодая церковь, молодая община, люди, неофиты, как сегодня это принято называть, может быть, они очень пылкие, может быть, они очень много делают, но у них нет явно опыта, у них нет, может быть, какой-то глубокой укорененности в этой самой вере. Вот этого недоставало. Может быть, чего-то еще? Мы не знаем, интересно, что Павел не перечисляет их недостатков, он подробно, пускай в общих словах, но довольно подробно описывает их достоинства. Что касается их недостатков, ну, сами знаете, или, может быть, они какие-то есть. Вот он не пытается диктовать, он не пытается быть тем, кто определяет за них, как им верить, что им делать и все такое прочее. Но, может быть, чего-то вам не хватает. И он не говорит о том, что у вас что-то плохо, что-то неправильно. Он не говорит слово «исправить», он говорит слово «восполнить». Вот это два очень разных подхода. При подходе исправления предполагается, что другой человек или целая группа людей, их община, они, ну, неправильные. Они не такие, как надо. А я знаю, как надо. При подходе, который он здесь говорит, дополнить чего не достает вашей вере, никто из нас не самодостаточен. Но для человека верующего это, наверное, очевидно, потому что мы верим в Бога, потому что нам без него как-то не хватает чего-то очень важного. Правда? Но точно так же и люди собираются в общину и как-то общаются, потому что им не хватает друг друга. И они не все сильны во всем. Они дополняют друг друга. Так устроено человеческое общество. Поэтому у нас разные профессии, разные образы жизни, у нас разные роли в этом обществе, в конце концов. Да, мы восполняем то, чего нам не достает. И наставник, пастырь здесь, основатель этой общины, Павел, он из этого исходит. То есть нужно, прежде всего, дополнить ту неполноту, то несовершенство, незавершенность, которая у фессалоникийцев в жизни присутствует. Вот, мне кажется, это очень важная вещь, что его подход именно таков. Во-первых, он не упрекает их чем-то конкретно. Во-вторых, слово недостаток, ну, у всех есть свои недостатки, но что такое недостаток по-русски? Оно и обозначает неполноту. Оно не обозначает какую-то, знаете, поврежденность в смысле вот такого болезненного, не знаю, нарыва, опухоли, которую надо вырезать и выбросить. Да, вот лишнее, что-то такое, чего не должно быть в человеке. Здесь, скорее, образ пустоты, незаполненности, которая может быть чем-то заполнена. И Павел готов это сделать. Кстати, а как он это готов сделать? Он сообщает, что он хотел бы к ним прийти. Вот он об этом говорит в третьей главе непосредственно перед этим отрывком. Ему недостаточно им писать, хотя он пишет это послание. Мы знаем, что еще второе есть к фессалоникийцам. Возможно, были и другие до нас недошедшие. Мы не можем ручаться в этом. Но все-таки личное присутствие — это совершенно особая вещь. И вот ему важно и дорого это личное общение с этими людьми. Вот это тоже, мне кажется, важная вещь, что личного общения и личного присутствия ничто не заменит. Да, мне легко это говорить на камеру, а вам смотреть это через интернет. Но вот есть что-то такое, что на расстоянии не видно. И это, Павел, мне кажется, тоже здесь имеет в виду. Но еще к одному слову зададимся вопросом. Верия недоставала. Верия недостаёт как? Ну, материального недостаёт. Денег нам вечно недостаёт. Недостаёт, допустим, способностей, возможностей. Времени не хватает. Тоже нехватка времени еще горше, чем нехватка денег. Деньги заработать можно, а времени уж столько есть, столько и есть. И как может чего-то недоставать вере? Вера — это же определенный выбор человека, да? Но, смотрите, вот начинаешь говорить с людьми, очень многие начинают говорить, ну, я не могу себя назвать верующим. Ну, верующие — это те, кто там горы передвигают словом своей молитвы, да? Знаете, я ни разу не видел человека, который передвигает горы словом молитвы. Вот не видел. Может, они есть, но я подозреваю, что если бы они есть, нам бы довольно часто доводилось слышать о подобных делах, да? Тогда вообще верующих нет. Христос же сказал, что это будет возможно верующим. Есть даже какие-то такие экзотические общины харизматические, в основном в Соединенных Штатах, где люди, например, демонстративно берут змей ядовитых в руки, чтобы показать, что по слову Христа они могут это делать, им это ничуть не повредит. С разным результатом, конечно. Но если змея укусила, так веры на тебя не хватило, да? Какая беспроигрышная демонстрация. Вот, получается, мы не в полную силу верим, если мы этого всего не делаем, даже боимся это делать. Я бы не стал брать руки ядовитую змею ни в коем случае. Я бы не стал горы передвигать. Ну, во-первых, зачем? Во-вторых, у меня сильное подозрение, что мне не получится, да? Или эти слова надо понимать в каком-то ином смысле про передвижение гор и про ядовитых змей. Но даже не будем идти на эту высшую степень веры и говорить о ней как о чем-то таком, что должно быть у каждого. Смотрите, а ведь вера — это не совокупность каких-то положений, которые можно в книжке вычитать. Тогда Павел эту книжку бы написал. Он и пишет фессалоникийцам, да? И другим людям он пишет. Вот вера наша, она такая-такая-такая. Символ веры, текст в церкви существует. Его люди читают, если ты это принимаешь, ну, вот у тебя вера правильная, да, православная. Но это не про то. Или вера, когда у человека есть какая-то глубокая личная вера. Он, допустим, часто молится, он поступает по совести, живет очень по-христиански. Нам всем этого немножко не хватает, да? Каждый человек сознает за собой какие-то определенные слабости. Идет ли речь об этом? Смотрите. А ведь вера — это в каком-то смысле мост над пропастью, который строится по мере того, как ты по нему идешь. То есть жизнь в вере, мне кажется, это вот этот постоянный риск. Это не вот состояние покоя, да? Нашел веру, и лежишь на печи, жуешь калачи, и думаешь, что все будет теперь замечательно. Некоторые, правда, так и понимают. Скорее, это такой очень сложный путь, когда ты принимаешь вот за данность то, чего ты не видишь. Как в послании к евреям об этом сказано, уверенность в невидимом. Ты строишь этот мост, и ты не знаешь, что будет дальше. Да, вот ты не знаешь опора, которая уходит туда внутрь, на чем она покоится, ты доверяешь ей. Ты думаешь, что да, она тебя выдержит. Но это каждый раз проверяется опытным путем, и иногда, конечно, бывают ошибки. И мне кажется, что вот для Павла это как раз такое строительство моста, которое опасное, трудное, которое рискованное, и он готов помочь им в этом предприятии, но самое главное, чего им недостает, этим людям, возможно, самого Павла, человека, который привел их к вере, человека, который общается с ними, и который готов их принимать такими, какие они есть, и готов помочь им стать лучше. Вот этого не заменят книги, этого не заменит все остальное. Может быть, в вере нам, прежде всего, не достает друг друга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok